Друзья, всем привет! Сегодня полезная подборка советов и хитростей, которые пригодятся в строительстве, ремонте, мастерской и так далее. Присаживайтесь поудобней, а мы начинаем! Если саморез начал спадать с биты, то скорее всего бита со временем размагнитилась. И теперь, чтобы восстановить ее магнитные свойства, просто берем неодимый магнит и примагничиваем его к бите. И спустя некоторое время бита снова намагнитится, и можно снять магнит и работать дальше. Часто пользуюсь F-образными струбцинами. Мне они кажутся довольно удобными. Но есть одно но. На чистовых материалах, таких как вот этот строганный брусок, при сильной затяжке струбцина оставляет следы. Чтобы этого не было, надеваю обычную пробку от пластиковой бутылки на подвижную губку струбцины, если ее можно так назвать. И таким образом прослойка из пробки не дает повредить чистый материал. Для следующего совета возьмем вот такой мебельный шкант, в котором сверлим отверстие. Далее в отверстие продеваем пластиковую стяжку. И теперь шкант со стяжкой продеваем в отверстие в поверхности и тянем за стяжку. Теперь мы можем закрепить провод. Иногда такой совет может пригодиться при ремонте, особенно если нет под рукой специальных площадок под стяжки. Настройки в основном пользуюсь профессиональным инструментом, особенно на постоянных задачах. Так как происходит большая нагрузка на инструмент и важна непрерывная его работа. Для нечастых задач пользуюсь более любительским инструментом. Вот, например, как я уже говорил раньше, пользуюсь вот таким аккумуляторным степлером. А сейчас на этапе отделки пользуюсь вот таким финишным пистолетом того же производителя. Удобно работать, нет лишних шлангов и аккумулятор хватает надолго. Такой инструмент стоит недешево, но он закрывает потребности в стройке. Но живем мы в другом месте и там также возникают мелкие задачи. Что-то закрутить, что-то просверлить. Покупать профессиональный инструмент нет никакого смысла. Поэтому у меня для домашних дел есть простой и дешевый инструмент. Мощности и прочности хватает за глаза. Например, есть вот такой шуруповер DECO. Он лежит вот в таком небольшом кейсе, в комплекте зарядка и два аккумулятора. Достал, сделал пару задач и убрал. Нет необходимости таскать инструмент со стройки. Скоро Новый год, думаю подарить такой наборчик друзьям и родственникам. И как вы могли заметить, я часто покупаю на мегамаркете. Ведь там на некоторые товары действует повышенный кэшбэк. Вот я нашел этот шуруповер, стоит он 5200. Но кэшбэк 54%. Получается, вернется почти 3000 рублей бонусами спасибо, которые можно потратить на другие покупки. И в итоге шуруповерт в кейсе с зарядкой и аккумуляторами выйдет чуть дороже 2000. В качестве подарка лучше и не придумать. Штука полезная, сам пользуюсь давно и не стыдно подарить. Домашние дела этот шуруповерт перекрывается легкой. Так что присмотритесь тоже и обращайте внимание на кэшбэки. А при первой покупке вы можете применить промокод MEGAREMONT и получить скидку в 1500 рублей. При заказе от 5000 рублей. При этом повышенный кэшбэк с промокодом действует одновременно. Если нет опыта нанесения силиконового герметика, а хочется сделать быстрый и красивый шов, то поможет обычная чайная ложка. Которую приматываем изолентой к тубусу герметика, как на видео. И теперь одновременно выдавливаем и выравниваем герметик ложкой. Получается красиво, быстро и чисто. Многие, наверное, видели совет с рулеткой, с помощью которой можно начертить любую окружность. Если предварительно наживить саморез в поверхность. Но что делать, если поверхность нельзя портить или в нее невозможно вкрутить саморез, например, в плитку или керамогранит. Для этого переворачиваем саморез шляпкой вниз и наклеиваем на него изоленту в несколько этапов, как на видео. Саморез, который служит точкой опоры для рулетки, спокойно держится. А после разметки окружности все легко убирается и не остается следов. Бывает, надо прикрутить гайку в очень неудобном месте, и подлезть можно только пальцем, но гайка с него постоянно спадает. В таком случае хорошо подходит обычный двухсторонний скотч. Наклеиваем его на палец и снимаем защитный слой. Приклеиваем гайку к пальцу. Наживляем гайку и затем спокойно снимаем скотч с пальца. Чтобы пластиковый дюбель случайно не опогнуло при забивании в отверстие, я иногда забиваю его, вставив предварительно в дюбель саморез. Забиваю не сильно, чтобы не разбить отверстие в самом дюбеле, а затем просто выкручиваю. Друзья, вот такая подборка советов сегодня получилась. Надеюсь, вы для себя нашли что-то полезное. И если это так, то ставьте лайк. А в комментах напишите, какой именно из советов вам понравился больше. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, а также подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!